На катабинет по тематике сегодня, видите, он пустой, детей нет, парка скучает за своих учениками, а ученики скучают за своей партой. Пустые классы и непривычная для учебного года тишина в коридорах. Так сейчас выглядят все саратовские школы. С начала апреля этого года в образовательных учреждениях города, как и по всей стране, все школьники были переведены на дистанционное обучение. Мы соблюдаем режим самоизоляции. Учителя и дети находятся дома. Для того и мы помогли, если это было необходимо, для того, чтобы учителя в обязательном порядке была дома техника и интернет. На сегодняшний день 93% наших учащихся активно используют образовательные платформы, то есть цифровые образовательные ресурсы, которые нам предлагает Российская Федерация. Это федеральные платформы. Чуть менее 7% детей все-таки общаются с учителем посредством телефонной связи. Что касается педагогов, почти 7% педагогов мы помогли и обеспечили их техникой, то есть выдали школьные ноутбуки во временное пользование. И для 0,5% учителей была оказана помощь в подключении интернета. Добрый день. Я рада приветствовать вас на платформе учи.ру. И сегодня у нас урок математики во втором классе. Несмотря на то, что в ход идут все внедренные ранее системы, от электронных дневников до разных образовательных платформ, ни родители, ни учителя, ни тем более дети к удаленному обучению оказались не готовы. Как можно учиться на учи.ру, если учитель говорит и ничего не слышно, а после этого ребенок еще должен на вопрос ответить? Почему нельзя живые чады создавать, где если не понял, то задать вопрос? Дети отупели за этот месяц, возмущается одна из родителей на Саратовской школе. Для этого нет технических возможностей. Держитесь, всем нелегко, отвечает педагог. Я так понимаю, что наша страна не готова к такому виду обучения, в принципе, ну, в том числе и наша школа. Как объяснил учитель, технической возможности для такого обучения мы не имеем. Поэтому учитель просто сбрасывает нам материал, который мы, родители, должны объяснить своим детям. А затем сделать с ними кучу заданий, в том числе и домашних, проверочных, проектных работ. Ну и все в этом роде. Своим положительным опытом в организации дистанционного обучения делится лицей Solaris. Здесь используются возможности Google Form. Это интерактивное расписание, когда ученик знает, в какое время будет проходить тот или иной урок и в какой форме. Эта платформа бесплатная и доступна для пользователей с абсолютно разным уровнем владения информационными технологиями. Что он из собой представляет и в чем его преимущества? Во-первых, это наглядное представление учебных заданий класса на весь день. Ребенок может оперативно подключиться к видеоконференции, потому что в расписании размещена активная гиперссылка. Это снижение риска опасного серфинга в интернете, ему самостоятельно не нужно ничего искать. И безусловно, это ведет к повышению качества дистанционного обучения. Обратите внимание, что уроки у нас отмечены разными цветами. Зеленым цветом выделены уроки, которые проходят в режиме видеоконференции. Учитель выходит в прямой эфир на связь с ребятами. Вот здесь мы посмотрим тему. Скайп-обучение, разбор, решение задач. Уроки, которые выделены желтым цветом, они проходят с использованием электронных форм обучения. То есть смотрите, это может быть урок на гугл-форме, о которой я говорила. Здесь мы увидим ссылку, например, что делает ребенок. Он ее копирует. Например, мы здесь ее в браузер вставляем. И вот смотрите, у нас открылся гугл-урок. В описательной части учитель обращается в уважаемые девятиклассники, электронная форма учебника, ссылка на этот электронный, презентационные материалы урока и один из материалов, например, видео-урока. То есть мы можем посмотреть. Есть еще одна платформа, которая, по словам всех участников образовательного процесса, очень удобная и имеет массу преимуществ. Это видеокоммуникационная система Zoom. Однако с недавних пор саратовским школам рекомендовали от нее отказаться из-за неприятного инцидента. Во время дистанционных уроков с подключением к Zoom в школе номер 95 города Саратова была запущена трансляция порно. После чего оштрафовали заместителя директора этой школы и сейчас возбуждено уголовное дело. Из всех существующих платформ Zoom самый удобный. Скайп дает ограниченное число возможностей. Я могу включить какую-то презентацию, да, я могу поставить какой-то звуковой файл с компьютера. Но очень некомфортно, достаточно малое количество моих студентов могут выходить в скайп с компьютера. А с телефона видеоизображение не поддерживается. То есть я работаю в одну сторону. Они меня видят, я их нет. С Zoom таких проблем обычно не возникает, даже если кто-то работает с телефона, а не с компьютера или ноутбука. Поэтому теперь я как преподатель иностранного языка вынуждена проверять только письменные задания или коротенькие голосовые сообщения, которые мне присылают через Вайбер, например. Я считаю, что подобное обучение на них негативно сказывается. И, в общем-то, мы знаем, что по статистике эффективность дистанционного обучения гораздо ниже, чем обучение в классе. Многие родители, с которыми мы общались, называют такое обучение не дистанционным, а самостоятельным. Вместо занятий дети просто получают задания, которые должны изучить сами или с родителями. Последним кажется, что у учителей каникулы. Анна Котова, директор сельской школы, рассказала о том, как у учителей ее школы нагрузка увеличилась в разы. Рабочий день увеличился, да, учителя работают с двойной нагрузкой, потому что задания присылаются и вечерами, присылаются до поздней ночи, там проверка идет. Самая большая для нас проблема – это то, что у детей у нас процентов 40, у нас нет ноутбуков и компьютеров. Поэтому используем все возможности. Много, конечно, списывают, списывают с интернет, списывают с родителями, делают это задание, они получают пятерки, четверки, да, много очень таких. Они не дают объективную картину, такое знание учащихся. Поэтому сентябрь, наверное, дальше нам покажут все, все результаты. Я думаю, что в качестве знания у нас будут все равно пробелы большие. Режьеду.ру какая-то у них, вот эти ссылки делает преподаватель в первых классах, он все время начнет задание, она, и там вот эта вот ссылка на этот программ. У меня, например, здесь за городом слабый интернет, не открывается эта ссылка вообще. Один в пятом классе, внук, внучка в первом. Ну, у пятиклассника проблем нет, он с техникой вообще на «ты», ему просто все, он включается, что-то слышал, сделал, сделал, не сделал, не сделал, мы не знаем, проверки пока никакой нет. Я только слышу, что учитель бедный, она им, значит, говорит, они что-то переписываются, как я понимаю. Она просит, дети, пожалуйста, не пишите в чате, пожалуйста, не пишите в чате. Они пишут, они переписываются, они какие-то мордочки. Платформ федеральных чуть более 20, но, по словам Ларисы Ревудской, в саратовских школах наиболее активно используется российская электронная школа, платформа «Учиру» и «Яндекс.Учебник». Дистанционные формы обучения, они не отменяют единого государственного экзамена и выпускного экзамена для девятиклассников. С этой недели мы начинаем такой проект на территории города Саратова. Мы назвали его для себя «Готовимся к ЕГЭ вместе». В режиме онлайн мы думаем, что все-таки это будет через Инстаграм делаться, потому что это сервис, который есть у всех абсолютно. Лучшие учителя города Саратова будут проводить разбор задач из контрольно-измерительных материалов. Как считают эксперты, российская система образования после окончания карантина уже не будет прежней. Однако готовы ли мы перестроиться к другому подходу в обучении, покажет время. Как показывает практика, то дистанционное обучение, которое мы имеем сейчас, демотивирует как самих учеников, так и учителей.